Я передаю букву Е каналу Пар. Пресноводные акварёные рыбки. Ты что там смотришь? Давай, дерзай. О, Димон, тебе передали здесь челлендж. Дим, тебе передали на букву Е. Да ладно, и что снимать? Ну, даже не могу тебе сказать. Блин, а что у нас есть на букву Е-то? Толком нифига нет. Ну ладно, что, поехали. Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Подписчики, подписчицы и случайные зрители, честно скажу. Буква непростая и в аквариумистике на букву Е практически ничего нет. Кроме, пожалуй, рыбки Йеллоу. Долго думать, что снять на букву не пришлось. Вспомнил один из комментариев, в котором подписчик просил меня рассказать про ярошение чешуи. Ярошение чешуи у аквариумных рыб встречается достаточно часто. Заболевание протекает очень долго. Но если вовремя не принять меры, рыбка, естественно, погибает. Стоит начать с того, что ярошение чешуи – это признак как минимум трех разных заболеваний. Первое – это ихтиоспоридиоз. Вторая похожая болезнь – это микобактериоз. Ну и третья – это липидотроз. Есть одна маленькая проблемка. Определить, какой из этих трех болезней заболела рыбка на глаз практически невозможно. Для точного определения прибегают к микроскопии. У больной рыбки берут мазки и проводят их исследования. Давайте попробуем красненько разобрать все три этих недуга, от которых может ярошиться чешуя. Ихтиоспоридиоз прерывистыми движениями, поэтому эту болезнь и называют в простонародье пьяной. У рыб с такой болезнью развивается пучеглазие, как говорил выше, ярошение чешуи, появляются язвы. Как правило, рыба теряет аппетит, отказывается даже от самой вкусной еды и сильно худеет. Эффективных методов борьбы с ихтиоспоридиозом нет. Профилактика заболевания сводится к тому, чтобы предотвратить попадание возбудителя в благополучный аквариум. А больных рыб попросту всех уничтожают, после чего обрабатывают растения, аквариум, оборудование и прочее. 5% раствором серной или соляной кислоты. Или осветленным раствором хлорной извести, содержащей не менее 5% активного хлора. Стоит сказать о том, что есть нетрадиционный способ борьбы с этим грибком, который я еще не использовал. Его называют гипертермией. Не секрет, что возбудители ихтиоспоридиоза хорошо развиваются при пониженной температуре воды. А при повышенной, наоборот, развиваются медленно. То есть, развитие замедляется. Суть метода заключается в том, что температура воды в аквариуме с больными рыбками постепенно поднимает до предельной нормы, аж в 40 градусов. Конечно, такую температуру выдержат не все рыбки, особенно те, у которых истощен и ослаблен организм. При этом, аэрация воды должна быть предельно максимальной, иначе рыбки точно все умрут. Температуру в 40 градусов держат не менее 12 часов, после чего ее постепенно пускают до нормы. Еще одна болезнь – это микобактериоз. Встречается в тех аквариумах, где не соблюдается правильное условие содержания. Это может быть перенаселение, плохая фильтрация, недостаток кислорода и прочее, прочее, прочее. Грубо говоря, это болезнь, которая поражает ослабленные организмы рыб. Микобактериоз часто называют рыбий туберкулез. Кстати, будьте осторожны, так как эти микробактерии могут поражать не только рыб, но и человека. Избегать попадания воды из зараженного аквариума в рот или через ранки на коже рук. Часто спрашивают, как может попасть вода в рот. На самом деле, все очень просто при отсасывании, при сифонке грунта, например, через трубочку. Симптомы этого заболевания разные. Ярошение чешуи, естественно, а также частичная потеря чешуи, потеря аппетита. Рыбка, естественно, худеет. На теле появляются язвы и черные пятна. В тяжелых случаях у рыбы могут повыпадать даже глаза. Это не все симптомы, которые я перечислил. Многое еще зависит от вида рыбки. Эффективного лечения на запущенных стадиях заболевания нет. Однако на ранних стадиях необходимо максимально улучшить условия содержания рыб. Помимо этого, если рыбки не отказались от еды, в корм необходимо добавлять кономицин. Из расчета 10 мг на 10 г корма. А вот сильно больных рыб не лечат, а уничтожают. После чего обрабатывают и дезинфицируют грунт, декор, оборудование и сам аквариум. Липидотроз. Еще одно распространенное заболевание, из-за которого ярошится чешуя у аквариумных рыб. Возбудителями болезни являются бактерии. Инфекция может переноситься из аквариум в аквариум посредством общего инвентаря, например, общим сачком или сифоном. Помимо этого, грунт, взятый в живой природе, также может являться способом занесения этих бактерий. Ну и, само собой разумеющаяся, зараженная рыбка. Симптомы следующие. Самый явный симптом является приподнятая чешуя. Причем на ранних стадиях кусками, то есть частично, а на поздних стадиях чешуя приподнимается по всему телу рыбки. Замечу, что ярошение чешуи происходит вследствие образования маленьких пузырьков под чешуей, в которой находится жидкость. Иногда это приводит к выпадению чешуи вовсе. Стоит напомнить тем, кто забыл, и сказать тем, кто не знал, что рыбки дышат не только через жабры, но и через кожу. При этом молодые рыбки в таком дыхании нуждаются больше, чем взрослые особи. А данное заболевание приводит к нарушению такого дыхания. Соответственно, липидотроз очень напасен в первую очередь для молодняка. Липидотроз лечится только на ранних стадиях, когда чешуя ярошится только на некоторых участках тела. Для лечения применяют серобактапур директ, тетрамедика фунгенстоп, тетрамедика дженерал тоник. Однако это не самые сильные препараты, и ждать 100% результата не стоит. Для лечения успешно применяют белый стриптоцит, биомицин или бицелин-5. Биомицин используют из расчета 1,4 грамма на 100 литров воды. Курс лечения около месяца, новую дозу лекарства добавляют еженедельно. Белый стриптоцит применяют следующим образом 15 грамм на 100 литров воды. А бицелин-5 применяют из расчета 5000 единиц на 100 литров воды. Курс лечения 6 суток, при этом каждый день готовится новый и новый раствор. Если у рыбки полностью ярошится чешуя, то толку от лечения не будет. Рыбку уничтожают, аквариум и инвентарь тщательно дезинфицируют хлорамином или 5% раствором серной и соляной кислоты. Грунт можно прокалить в духовом шкафу или прокипятить пару часов. Водные растения помещают в раствор бицелина-5 15 тысяч единиц на 1 литр воды примерно на неделю. И соответственно необходимо затенить его, затенить сверху, чтобы не попадали никакие лучи. Еще один важный момент. Температура раствора должна быть не менее 25 градусов. И конечно же вода ежедневно и раствор ежедневно меняется. Ну вот в принципе и все, что я вам хотел рассказать про ярошение чешуи. У меня на этом видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. ДОНЕЦК АКВА ДОНЕЦК АКВА